Hey guys, с вами Лиза Найс в новом канале, и это история о том, как я решила за целый день сделать абсолютно все уроки. Поправочка не за целый день, не просто за целый день, а за 24 часа. Да, ребятки, сегодня на моем канале видео 24 часа делаю уроки. Я посмотрела это видео, я снимала уже три раза за свою жизнь, и каждый раз это было мне на пользу. Поэтому сегодня день, когда не хочу абсолютно ничего делать, никуда не выходить, просто ничего, но я готова поделать уроки. Сейчас с моим режимом что-то очень странное, поэтому я, в принципе, могу и всю ночь не спать, если надо будет. Ну, вообще, надо будет, потому что 24 часа это и день, и ночь, но упустим этот момент. Потому что сегодня самое главное это старание, потому что мне никогда в жизни не выходило реально 24 часа что-то делать, потому что это очень сложно, и это практически нереально. Но сегодня мы все исправим. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, и мы погнали. Очень сильно надеюсь, что у меня получится сделать это видео, и очень надеюсь, что я реально сегодня закончу делать все свои уроки, потому что у меня их реально много. Хотя за 24 часа, я думаю, возможно, все. С вас лайк, подписка, и мы погнали! Сейчас 17.00 ровно, и я начинаю делать уроки. Но сначала хочу показать, какая ситуация сейчас на данный момент с моими уроками. Сегодня я разрешила себе выглядеть как овощ, поэтому все нормально, главное продуктивность в уроках. Так, волосы у меня не грязные, они только помытые, они мокрые. Да, мне даже лень их сушить. Не обращайте внимания на то, как я сегодня выгляжу, потому что главная сегодняшняя наша цель это делать кучу-кучу уроков и 24 часа провести в уроках. И я думаю, это пойдет мне на пользу. В общем, поскольку я учусь на дистанционном обучении, вот так вот выглядит моя школа, я немного отблизила. Короче, зеленые уроки это те, которые пройдены, красные, которые не пройдены. Фиолетовые это те, которые как бы будут скоро, потому что сейчас год еще не закончен, поэтому тут некоторые есть. Главная суть в том, почему у меня очень много красного, это на некоторых красных уроках есть оценки, и мне нужны только оценки. То есть даже в прошлом году некоторые уроки я просто так и не сделала, и это не обязательно, как бы по сути, да. То есть, как я вам уже и сказала, есть обязательные уроки, это там, где стоит оценка, поэтому это наша сегодняшняя главная задача, и их тоже очень много. Геометрия у меня как бы до конца года все уже сделано, то есть вот эти вот красные оценки, ну они мне не важны, потому что в итоге годовая 8. Годовая 8 по геометрии меня, ну, абсолютно вполне устраивает. Итак, из уроков, которые я сделала, геометрия полностью до конца готова, алгебра вообще чуть-чуть сделала, то есть вот это все надо будет делать. Всемирная история тоже готова, годовая 9, промадянская свита 9, по-английскому мне надо будет еще немножечко доделать, годовая 9, меня это не сильно радует, потому что английский мне хороший. Но моя самая главная задача, это просто до конца года хотя бы успеть доделать все уроки. В общем, а если просто из уроков, которые мне надо сделать, это алгебра, география, которую я ненавижу, украинский язык, история Украины, захист Украины, биология и экология, и украинская литература. Я тебя сняла. Казалось бы, что тут делать, но нет. Там просто миллиарды каких-то практических, лабораторных и так далее. Это меня не радует. Фух. Сейчас 17.05, сделаем вид, будто я начала типа в 17.00, и всю сегодняшнюю ночь мне, походу, придется провести в уроках, потому что я начала слишком поздно. Хотя, если бы даже я начала утром, все равно всю ночь мне надо было бы провести в уроках, поэтому принимаем этот челлендж. Начнем с географии. Так, погнали, просто первые два теста, которые я прошла, я прошла на 3. Вот почему, собственно, я не люблю географию. Я списываю офигенно, но на географии списывать я не знаю. У меня просто не получается, вы сами это видите. Если у меня будет годовая 3, это совсем не дело. Абсолютно не дело, надо что-то исправлять. Итак, тем, кому интересно, показываю, как у меня тут все выглядит. Урок в разработке. Что? Обновляем. Дослиджиня, йо-кэ-лэ-мэ-не. Так, а что сделать надо? Я не собираюсь делать этот урок. Короче, это типа как... А как переводится дослиджиня? Дослиджиня? Ну, как бы до... Эксперимент? Нет. Как переводится на русский дослиджиня? Исследование. Исследование? Исследование, вот. И вообще-то этот проект мне надо было делать с начала года, то есть просто какой-то очень сложный проект. Короче, я, может, потом как-нибудь это сделаю, но не сейчас. Следующий урок по географии, который я могу сделать, это практическая работа. Опять какая-то хрень. Ну, посмотрим, что тут надо... Что это? Что это за... А-а-а! Географию мы оставим, но потом перейдем к чему-то более легкому. Украинский язык? На самом деле, в украинском языке я шарю, но тут надо написать эссе. Да что мне всё это? Тема звучит так. Насколько... Тут странно переводчик перевёл. Насколько оточение, я правильно сказала? Определяет качество жизни конкретного человека. Откуда я знаю на сколько? Боже! Ну, ладно, раз уж я взялась за 24 часа делал уроки, надо делать как бы хоть что-то. Да. Наконец-то самый обычный тест. Погнали. Короче, тут 12 вопросов, и я их сейчас, скорее всего, все буду гуглить, наверное. Короче, ставлю вам таймлапс и посмотрим, насколько быстро я всё это сделаю. Сейчас 17.38, и я готова сдать тест. Время вы видите. И я доделала тест. Теперь мы можем узнать оценку. О-о-о, 11. Пройти ещё раз, погода ты сейчас заценкаю. Вы ещё спрашивайте. Я сделал вот этот урок на 11. Осталось сделать вот эту вот штучку и вот эти вот все дурацкие уроки, которые как бы делать особо не обязательно. Короче, вот эта 11-ка, я тут уже поделала уроки, и сейчас мы будем делать что? Что? Тест. Класс. Кстати, время уже 18.29, поэтому, ну так, полтора часа прошло, осталось сколько? 22.5. На самом деле, пока что норм, я привыкла делать уроки там по 2-3 часа. Что будет после этого времени, никто не знает. Вот. Ну, поэтому я просто продолжаю. Короче, я сделала немного уроков по истории Украины, и мне осталось их только сдать, то есть прикрепить на вот эти вот места, и сейчас 22.58. Я занимаюсь уроками уже около 4-х или сколько, 5-ти часов. И я устала, но я могу чуть-чуть как бы отвлечься и поделать какие-то простые уроки, МСС снова проходить. Но, так, подождите, 17. 6 часов я делаю уроки. На самом деле, я один раз отвлекалась, потому что я захотела поесть, поэтому я поела. Но, как бы, я приступила опять к урокам. Я надеюсь, это не считается, потому что есть как бы это надо. Поэтому я сейчас продолжу делать историю Украины, и перейду к какому-то следующему уроку. И осталось не так уж и долго. Восемнадцать часов. Я не выдержу. Я не выдержу. Короче, Лиза сошла с ума, ребята. Держу в курсе. На часах 2 часа ночи. На улице тьма тьма уши. Ты когда спать? Балбес. Я не засединила историю Украины. А спать когда? Два часа. Это что значит? Подожди. Если я начала в 17.00, 3, потом 4, еще 2. Не, не может быть, что и 9. И 9 часов я буду. Зачем? Не, подожди, я... Спать ложись. И 9 часов делаю уроки. Ты выглядишь как овощ. Не, нормально, просто... Это не нормал. Я снимаю видео, 24 часа делаю уроки, боже. Бомба. Я сниму ролик завтра, я 24 часа сплю. Ребят, короче, я делаю где-то часов 9. Но я говорю честно, я отвлекалась. Да, я отвлекалась на покушать, на в туалет, на сходить попить воды, но ничего более. Поэтому, ну, в общей сложности, ну, часа 8 я делаю. С перерывчиками маленькими, но делаю. Что хочу сказать, у меня уже башка не варит. Я просто читаю, засыпаю, читаю, засыпаю. И я, наверное, продолжу делать, да? В каком году началась Великая Отечественная Война? 942-й. Нет, 45-й. Нет. Когда началась Третья Мировая? 24 февраля. Да, да ты знаешь, умничка. Все, спать. На, забирай телефон, заканчивай, я сплю. Ты должен спать, балда. Короче, я сейчас еще, я часика 2 позанимаюсь и все. Короче, по урокам я сегодня была ультрапродуктивна, я даже в шоке. То есть я доделала очень много предметов и осталось, фу, и осталось буквально немного. И все. Я телефон сплю. А? Все. Ты знаешь? Эй. Алло. Спокойной ночи. Крица. Крица, крица, крица. Она даже не мылась сегодня. Крица, крица, на ней. Мур-мур-мур-мур-мур-мур-ка. Можно, пожалуйста, обратно мой компьютер? Нет, все. Спокойной ночи. Нет. А дай компьютер. Завтра возьмешь. Сейчас возьму. Добрый вечер. Ты решил? Все. Ты сегодня спишь на полу. Ребят, я сегодня сплю на полу. Ты сегодня спишь? Нет, ты спишь на улице. Покойной ночи. Я... Котя. Ну, пожалуйста. Ну, Котя. Мне нужно личное пространство. Котя. Я больше не удерживаю. Когда-то я просидела, не помню сколько, но мне кажется, сегодня я просидела больше всего. В общем, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь. Наши лайки. Если ты только что зевнул, ставь лайк. И всем спокойной ночи. И всем пока.